На повестку дня расширенного заседания Совета было вынесено 5 тем для обсуждения. Активисты, председатели городских, районных и первичных организаций объединения «Белая Русь» обозначили первоочередные задачи по реализации решений, принятых 4-м съездом Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Избрали президиум областного совета, а также обсудили участие в мероприятиях 3-го квартала этого года. Особый акцент был сделан на подготовку и проведение Дня народного единства. Общественное объединение «Белая Русь» готовит масштабную программу празднования 17 сентября. Мы будем праздновать как в регионах, так и на уровне республики. Тем более это важно для западных областей, Брестской, Гродненской, где события 17 сентября 1939 года были наиболее значимыми. Отметил председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и тот факт, что сегодня праздник приобретает особый смысл, объединяющий исторические события с днем сегодняшним. Сегодня День народного единства понимается не только как воссоединение Западной Беларуси и БССР, а как единство белорусского народа во всех его измерениях – в культурном, в политическом, в гражданском. И этому будет посвящено множество мероприятий. Особый акцент в праздновании общественное объединение «Белая Русь» сделает на идеологические просветительские мероприятия. Задачей круглых столов, диалоговых площадок, приуроченных к празднику, станет рассказ молодежи о подлинном смысле воссоединения страны. Мы хотим, чтобы молодежь знала историю. Сейчас как раз идет год исторической памяти. Мы обсудим, что для нашей страны значит эта дата. Наша задача – это готовить смену. Кадровый вопрос, он сегодня очень важен, и поэтому Белая Русь вместе с другими общественными объединениями, с молодежными, общественными организациями, мы должны работать на единую цель – готовить настоящего гражданина, патриота и специалиста. Вот этим мы и будем заниматься. Кроме того, в рамках празднования Дня народного единства Республиканское общественное объединение «Белая Русь» повсеместно проведет авто- и велопробеги. Наталья Луговкина, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».